Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо всем! Ну ладно, Старлигу плюсовать там уже по обстоятельствам Все отлично, стрим начался Отвич у нас... Отвич отдублился отлично вообще все работает Отвичем... Ну все запилил, короче, ребят... Пошел инвайнд прыгаю, короче, ребят, все в порядке... Пошел инвайнд прыгаю, короче, ребят, все в порядке... Отвичем... 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 Ну что, ребят, Проксима не так. Первая карта Белшир, разваленный Белшир, а вторая Проксима, третья Ньюкир. Ну и Blastity сейчас начнут, в общем-то, и... Так, что у меня на Твиче это происходит, не помню. Ничего пока не происходит. В общем, такая группа, сейчас я вам покажу, в общем, какая группа у нас сегодня будет. Группа С. Блай играет с Изи Стрэндж Саверсом. Ну и, соответственно, дальше проигравшим с победителем и Десайдер матч. Как ты, так что, так? Блай-ь, ну-ка. Чтобы я пригорум. Блай-ь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, простите, ребята, на секунду я отвлекся буквально, посмотрел там организационные моменты всякие Все ок Короче говоря, продолжается здесь движуха Блай давит, Изи здесь, Изи пытается отбиться, Уизи Беллингнес дома, Уизи Плетка дома на мэне Ну, Блай принимает решение второго хату убивать Куда там Уизи Бейнов Так, королеву Блайна халяву на мэне пробрел Две собаки зачем-то там криво ворвались сейчас Ну и, кстати, можно было бы нормально все сделать Это уже ошибка Блай, он хоть к дронам пытается проникнуть Все, но не может никак проникнуть Здесь взрываются Беллинги по чуть-чуть Ну, кстати, Блай по чуть-чуть-то на самом деле преимущество в свою пользу здесь берет Почему-то, потому что по чуть-чуть здесь Плетка взрывается Ну, хотя она сейчас нормально все Здесь Плетка не взорвется никак Сверху тут Блай что-то Беллингу в двух ставит Здесь Беллинг никуда взорвался Ну и что, Блай будет в хату уходить? Нет, Блай вообще никуда пока и не пытается даже выйти Вообще в наглую, прикиньте Пробегать здесь собак выкусывают Прям под плеткой, под всеми этими юзами Ну, это была наглость, конечно Вообще наглее просто бывает Вот, видите, вот вчера было обсуждение в интервью Как раз-таки спрашивали, я не помню, кто уже Про то, как отбивать лучше Беллинг Нестом или Мум Вот если бы был бы скоростью, и здесь У него намного меньше проблем было бы, чем Вот с этим Беллинг Нестом Потому что он бы уже бы здесь, на самом деле Как бы Так, две собаки и два дрона минусуют Он бы здесь давным-давно отбился бы уже Так, две собаки и минус Блай продолжает прессовать Вот в итоге Хихату тут Блай поставил Изи пытается расконтролить бейнов Блай тут все понадкусал Беллинга в беллинга 15-22 Ну, парабам, Блай больше Хата ставит Суизи хата нет 15-22 по рабочему Ну, такая же не в пользу Изи ситуация Ну, Блай тут как Ну, вот Снут Там нерч Они вот за такую сверхагрессию Блай очень часто наказывали На самом деле Он все лезет Какой-то лезет, короче Вот Наши войска Атакованы Наши войска Атакованы Ну, неплохо тут Блай Беллинга принимает Короче говоря Здесь медленно, но верно К Блай к победе идет Или даже немедленно Потому что если Блай в таком ключе Будет побеждать То и Аверс прийти не А, Аверс уже здесь Он в чатике пишет Ну, это хорошо, что здесь Или кто-то там Гайте, кто там А, нет Ну, Стрэнш ничего не говорил Значит, все здесь, в общем-то Судя по всему И Все нормально Третью уже Блай хатку ставит 44,29 по лимиту Ну, на самом деле Потери у Блая Меньше, конечно, на 600 Но дело тут и не в потерях А в начале В экономике То есть Вообще тут в этой игре Пока Ну, вот Не было шансов У Изи каких-то Они могли бы быть Если бы сначала Он выиграл Ну, вот в лайп Посмотрите, ошибки Какие нелепые Взял хату Отдал просто Так Байлинг Нестом без плетки И что тут плетка даст Вообще Изи Дала бы Одного дрона лишнего Как бы Или что То есть Который не заказал Там и 100 минералов То есть На это даже королеву То есть Плетка здесь точно не лишняя Просто Изи не смог Расконтролить Ему нужно было И королев добавлять И собак Ну, вот И т.д И т.д Вообще Как бы на рампу тут Надо стараться Не дать зайти Получается Ну, тут Роучи уже Ублая О, Изи Идет тут Все, взрывается Нафиг Короче У Изи Бэйна Столько Но они Ничего сделать не могут Тут Роучи есть Понимаете Они уперлись Роучи И все Вторую карту Ждем, ребят Так Выводишь Рабов И отбиваешься С ними И с Бэйнами И что-то там Отобьешь Рабами Бэйлингов Блая Как бы Или что там Можно с Рабами Вообще Отбить Кто-то не жмет Готовность Рабами Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... В этот раз Блайт не делает пул первый, посмотрите. А Изи делает пул, но без газовый, пул с хатой. То есть здесь Изи что хочет? Королева плетками и собаками без мула отбиться. Рабов имеет смысл выводить. Без газовым, например, опенингом имеет смысл рабов увезти. И плетку снизу впилить, попытаться. А с газовым я даже хз. Вообще все от контроля тут зависит. Что работает у определенных игроков, у других может не работать. Сами вы понимаете, да? С ТМЖ с нутом и нерчом. Так Блайни трепет их, как у наших игроков других. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, что-то уже солнце собиралось садиться, но не хрена. Закроем окно. еще пока не сила. И что мы здесь видим? Мы видим лейер Ублая, мы видим эволюшн Ублая. Скорость собака мы видим также Ублая, как и Уизи. И такой же тайминг лейера Уизи практически. Просто через разные опенинги получается. Ну и обоих Роуч Ворон получается будет, видимо. Или нет. Ублая пока дронов единственное строит, а Уизи собак уже начал клепать, как бы. Так, Криптумор пошел. Что-то Ублая не понимает, что делает. Вот Роуч Ворон пошел. Здесь, если будет агрессия, нужно еще одно здание будет заказывать просто Ублая. Плюс один заказывает, в отличие от Уизи. Ну Уизи 16 собак есть в Круху Ублая. Нет, тут выводится дрон. Пошел Эволюшн. 15-ом. Короче, подбежали. Собаки ничего не сделали. Но единственное, Блай здание достроил, как бы. Но! Блай предпочитает играть не в Роучей сейчас, а вы видите, что он добавляет. Он добавляет шпиль, но это Майн Геймс. Это Майн Геймс абсолютно очевидный. То есть Уизи здесь еще Роучей пока не имеет, как бы. И вообще он пока их не строит. Он что-то дронов тут добавляет, как бы. А как он шпиль-то контрить будет? Вот это я не знаю. Так, что-то летает. Блай проверяет, нет ли у Изи шпиля, видимо. Ну, шпиля у Изи нет, а Изи видит, что у Блая шпиль присутствует. Шпиль, блин. Пять муталисков пошло. Изи дрончиков подстраивает. Чуть-чуть Блая обгоняет по рабам. Делает инфестейшн. Ну, то есть там будут инфестеры плюс королевы отбиваться в какой-то момент. В перспективе, видимо, гидра еще сюда будет добавлена наверняка. Мы тут на третью дрону уже дистанц майнинг на третью. Пошел здесь 17 дрончиков. И здесь 15 визит. То есть достаточно рабочих везде. Изи делает плюс два уже. Грейт пошел, видите. У Блая скорость тревога еще муталиски. Где вообще? Что они делают? А, вот они там у версира выпили. Блин, вот видят же Изи шпиль. Посмотрите. Раз, два, три тут по всей карте. Увезите вот этих оверов назад просто. Ладно, вот этого тут не видно. Но вот эти-то три. Чего они висят-то? Это просто первостепенная цель для Блая. Как бы будет. Летает Лайд. Чего-то шабак подбревает. Ну вот этот, ладно. На крипе овер его отобьют. Но там-то два. Кстати, Блайп, что-то тех оверов не трогает. Ну уж Изи собак дает убивать. Увидит их под королевку. Что-то вообще Изи забил болт на собак. Закопал их, короче. Видите, закопки не было до этого, что ли? Или почему он до этого не копал? Что-то Изи одного муталиска второго побил. Залетает. На мейн Блайп, вот спорка стоит. Не прикрывая всю минералью. И, короче, Блайп убил три дрона, убил собак. Ему еще и все муталиски выжили. Сейчас он еще отрегенится. Здесь идет налом с ровущими. Изи не готов. ГГ пишет. Изи. Ну тут, блин, Блайп сильнее, короче. Что тут говорить просто сейчас. Он в форме. Он собирается на ВЦ съехать, где ему удачи желаю, конечно. Но посмотрим, что из этого всего мероприятия выйдет. Стрэндж против Аверсы сейчас должны играть. Стрэндж против Аверсы. Стрэндж против Аверс. Продолжение следует... 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 Неожиданно в первой игре произошел размен, и юниты у тирана гораздо более эффективные были. Циклоны там, плюс Аверс спас 2 цехи, плюс рабочий спас 10, а Стрэндж всего 3 пробки. Ну и в итоге победа Аверса там ждала. Стрэндж не смог его убить там на вновь занятой позиции. Ну а во второй карте то же самое. То же самое. Развивался Стрэндж, выходил Мех, как он, собственно говоря, и играет. Аверс просто заказал третий Ницус, не стал его раскачивать и сделал, блин, пуш 6 гейтов. На грани там было на самом деле, на грани, потому что голые сталкеры против Мехтирана сейчас. Первые циклоны, которые ДПС имеют 50 по полям в секунду и 40 по ХП сталкеров. Это просто ему жесть выпил такой. Плюс танки с их бонусом по тяжелым, по сталкерам, плюс КСМ-ки там. И просто сталкеров было слишком много. С Аверса маловато еще в этот момент. Плюс, как мне кажется, у Аверса не было вот одна хотя бы там или пару минок были бы. Вообще могло бы тоже подрешать. С Блэшом бы они там атаковали, потому что я даже не помню, был ли Апсель у Стрэнджа. Апсель у Стрэнджа Хорошо, Рипер залетел. Просто прилетел Рипер, Адепт Сталкер, Мазер Кор, еще и Пилон здесь с Уверчажем. Просто Б без шансов вообще. Я не знаю, три бы Рипера не пролетело бы. Здесь еще Уверчаж выставить. Ну Аверс туда взял и прилетел. Три Гейта Присма. Ага, погодите, Стрэнджа делает нечто похожее на первую игру. И Аверс делает тоже нечто похожее на первую игру, потому что у него два циклона. У него маленький, у него реактор лаба на факте. Но здесь не Медивак, а Викинг строится. Может Медивак имело смысл вот сейчас тут заказать, конечно. Так, на Твиче жесткие лаги. Это связано, короче, это связано с работами какими-то на Гудгейме, я так понимаю. Так что будьте внимательны, ребят. Идите на Гудгейм. Там был Лопс, но нет. Ну Апсервера можно бы выпилить всегда Тираном, как бы сканом, поэтому все нормально. Просто прилетел Стрэндж на мэйн. У Аверса один танк. Вообще не видел, что здесь Стрэндж на мэйне стоит. Пошла атака, куда там Стрэндж поперся-то? А, он к циклонам поперся. Ну один циклон минус. Ну и не выпилить здесь Стрэнджу, нифига. На второй Марике здесь циклона вычинить. Что Аверс делает-то вообще не пойму. Блин, просто вычинить циклона, эти сталкеры отвалятся все нафиг. Здесь на самом деле не то, что бред Стрэндж делает, но ему не пробрить этой темой никак Аверса просто. Вообще никак. Да, а призму забирать сейчас пытаться? Призму не забрать так просто? Ну тут адепты все падают. В общем-то Аверс отбивается. Здесь достаточно легко и можно атаковать идти. Ну тут блинка форжа, у Стрэнджика. Аверс пока выход делать не собирается. Делая две аминки, делая еще один танк. Здесь какие-то стенки нет. Или подобие стенки, не знаю, что это такое даже. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Плюс пять гитов Стрэндж делает, блинк делает. В общем-то, ребята, опять какой-то на блинке. То есть Стрэндж не хочет дать Аверсу выйти просто в третью цсэху. Я так полагаю, он будет опять пушить. В этот раз у Аверса как-то... Хотя, блин, два танка, то же самое, примерно там, три циклона. Вот. И да, идет выход, здесь Стрэндж камни пробивают. У него уже 18 талкеров. Гулы и сталкеры, это очень опасно на самом деле. Танчика два, три циклона, бункер тут, блин, у Аверса. Сенсор Тауэр очень важный, кстати, сенсор Тауэр. То есть он контролит, если Стрэндж будет обходить, например, со стороны камней. Да, варф еще сталкеров идет, но Стрэндж же больше лимитов. Бункер есть, и где вот семь мариков? Где они вообще, что они там стоят-то, блин? Нафиг там бункер вообще снизу этот нужен тогда, если марики там стоят. Сталкеры заходят, Стрэндж как-то кривовато реально блинкается, через... Видят Аверс сталкеров. Ну, блин, они слишком мобильны, с ними тяжело будет. Сейчас камни Стрэндж моментально пробьет. Танчики Аверс что-то не переводят пока. Вот одного раскладывает, хотя здесь и переводить-то особо не надо там. Ну да, циклоны есть, танки есть. То есть здесь два танка, плюс марики, плюс Минка, плюс циклонов пять штук, как бы. И попробуйте с ними что-то делать. Агрессивный подблинк делает Стрэндж. Минка делает, да, как тут выпиливают циклоны, жесть, просто с танком. Уводят Стрэндж. Ё-моё, да Каверс тут сливает Стрэнджа, причем в хлам, по-моему, нет? Ну да, варф здесь на третий бой. А, это адепты зашли, ну адепты в танки разобрали. Ну и что далее? Циклон здесь плюс марики выпилят все, еще бы викингов не мешало бы посадить. Да, циклончик выпиливают понемножечку. Да, варфы у Стрэнджа, конечно, идут, но везде здесь он отобьет. Сейчас Аверс был бы внимательным, строил бы туретки, или просто видел бы, что он свистит, просканил бы. Потому что Стрэндж видит все здесь вообще. Апсум своим прекрасно. Ну Аверса, например, плюс два сейчас. И будет готова через там 30 секунд. А на плюс два Стрэнджа вообще будет печально здесь ломиться. Четвертая цеха уже пошла. Здесь пустой бункер. Бункер надо что-то посадить, на самом деле, сейчас Аверсу. И там можно и отбиться. Так, Аверска нет, Майнстрэнджа у Стрэнджа. Так. Делал Глейф и передумал Чарж, заказывал сейчас. Ну Чарж, так Чарж. Здесь минка в рамку копает. Ко она побежала там? Копался бы в рамку здесь прямо. Так, викинги летают. Что ищут? Призму тут и считаются. Нашел, остался в районе не минутнустей викингов. Так, ну минку минус нули сталкеры, но викинги ушли. Вижу фьюжн корр. Интересный фьюжн корр. Что это? Ну скорее, наверное, бандшам скорость. Навряд ли это будет Батлкрузе. Хотя, может, Рейндж Либератором будет. Ну, учитывая вот эти плюс две, два Старпорта, скорее, наверное, бандши будут со скоростью делаться. Вот воздух пошел, плюс один. Аверс там сканет все сейчас. Лимит хороший у него. Аверс там уже тут. Ну, здесь степень наведения. Месторождение минералов выработки. Так, вот тут сталкеры на Амблинкере, а четвертую ЦСФУ хочет Аверс занимать. Он займет ее сейчас. У Тору уже там... Вот у Стрэнджа 300 гитара. То есть мех... Чем с мехом... С Протсу вот... В чем плюс, как бы, вообще игры с мехом? То, что можно вот ничего не имея, просто понимая, что сейчас Тиран не выйдет. Потому что тут эта группа скалкеров, она будет там отстреливать по юнице, вот ступать назад. И Тиран на таком лимите выйти не сможет. Ему нужно уже 200 или близкий к 200 лимит. Там четвертую базу занять, планетарку сделать, в конце концов. Вот. Можно выходить во все, что угодно. И вот сейчас, собственно говоря, Стрэндж и выходит в итоге в Стрэндж Аверсу. У Аверса главное 150, но 120 Стрэнджа 300 гитара плюс плитбик. А что это? Вот 4 Стрэнджа. Темписты или карреры. Вот это хорошего. Опа. Здесь батлкрузеры пошли. Ничего себе. В стиле Тивая, короче, Аверс решил сыграть здесь. Но Тивая это интересный стиль в батлэйре. Ну если здесь по Те... А, ну здесь карреры. Не, не Темписты, карреры пошли. Ну, карреры тоже могут. Прикиньте, их там много будет, не знаю. Сейчас 4, 8, 12, там и т.д. Тем более, что вот как просто смеха можно ставить на халяву. Пятая уже база, то есть нечем их контрить, эти базы. Пробочки поехали наверх сейчас. Бустятся, да, бустятся. Сторгиты, флитбикон, бустятся. Надо не вот эту хрень бустить, которая 57 секунд делается. Вот что надо бустить. Воздушные грейды нужно бустить на так... Ну, если ты в такую тему выходишь. Так, здесь стрейндж 5C цехи напрягать. Просто ничего, даже стрейндж 7 зелков, там 10 стопка. По нафиг лимит занимать всякой шляпой ресурсы еще на это тратить. А, скорость без фьюжн-кора может добраться. Что там, арморе точно нужно, значит. Ну, в конец тут Аверс, видишь, что 6 сталкеров стоят. Батлы код там полетели. 4 каррера есть, 4 строятся. Мазершип надо добавить. Так, 5-й Старгейт на Мэйне. 2-й. Вторая кибернетка. Вот куда один лишний буст идет. Сейчас батлы прилетят, 4 штуки, и выпили Таверс, кстати говоря, вот эту базу. Плюс грейды делаются. Батлкрузеры на карреры. Давно такой битвы я не видел, на самом деле. В первом Старграфте такого вообще не случалось. Почему? Потому что батлкрузеры против Протса были слабоваты. Не потому что воздух он просто выпиливал. Протс с землей батлкрузеров легко, достаточно выпиливал. Вот, а именно магии, там, Шторм, Фидбэк. В втором же Старкрафте такого нет. Здесь еще-то гелики поехали во всем направлениям. Здесь есть сделки у Стрэнджа, а не гелика, там, минусуются. Хотя Аверс тут один из пробок выпил. Вот сейчас, если бы контролил, здесь бы еще бы гораздо больше пробок он выпилил. Ну, батлы убили дальнюю базу. Посмотрите, 190 лимита Аверса на 150 Стрэнджа. И карреры, вот это сомнительное удовольствие. Хотя, Аверс, посмотрите, у него 5 Старпортов работают для базов. Что ты там бухтишь? Ну вот, вот что я хотел сказать. И Ямато у него не было все это время, как бы. Так, телепорт домой делай, Аверс, ты что творишь-то? Телепорт домой делает? Ну, как-то, я не знаю, зачем столько ХП-то снимать? Все, зачем терять вот это ХП вообще было? Это же сколько ресурсов надо потратить, чтобы вычинить батлкрузеров. А там, ну, Сталкеров, ну, ладно, поспо они разменивались нормально. Ну, это еще проблема, ребята. Девять карреров, четыре грелки. Вылетает сейчас Стрэндж вперед всем этим миксом. Грейд и воздух, две атаки, два грейда на поля, сейчас будет броня у Аверса 2-1, воздух, кстати, у Аверса. Так, видит Аверс карреров, надо уходить нафиг от этих карреров сейчас. В грелку заходят, зачем ты, блин, уйдите вон, ё-моё, блин, свали вообще в туннель, короче. Уведи ты, блин, своих циклонов, Аверс что-то не уводит. Двенадцать батлкрузеров, знаете, что это такое? Это шесть карреров просто за только Ямато забирает, все. Либо забираем грелок, а потом карреров за... Так, грелок там Аверс перехватывает сейчас просто. Пошли, яматики, в грелки просто. В карреров пошли, яматики сзади грелки выпиливать, что ж ты делаешь-то? Телепорт делает Аверс домой. Ну, выпей, вот, пожалуйста, здесь девяти карреров пять остается, грелок там пошатал Аверс еще некоторое количество. Здесь танки, есть тур, короче. И вообще Аверс здесь побеждает, я вам должен сказать. Так-то. Интерцепторы выпиливаются сейчас. Очень-очень неплохо. Сейчас Ямато закадешится просто, и можно будет еще раз выпилить так же карреров. И три-два агрейды сейчас будут у Аверса, что самое главное. И золото добывается, здесь все раскачано. Как-то еще тут Стрэндж невнятную игру совсем демонстрирует, на самом деле. Стрэндж невнятной г션. Я уже раз inputs. Как-то еще вне суркальный. Я на Boss-em, я не gezau. Что ж. Я на Boss-em. И ещё раз демонстрирует, что нужна. Суркань. Кап. Машина, яйца. Машина, яйца. Это яйца. Как-то еще вне суркань. Так, опять батлы прилетели. Выпиливает Авер Стрэнджу золото. 2-2 грейд уже. Пробок несколько выпилил батл. Так, выпиливает пробочек, там пару штук. Залетает на мэн 10 батлкрузеров, 3 там где-то дома. Ну и что сейчас пилоны навыпиливать просто? Что Стрэндж делает такое? Стрэндж мискликнул, тайм варп сейчас пилил. Что творит вообще Стрэндж? Или вот, я не понимаю, или это специально Стрэндж сливается? Скорее всего, мисклик это был. Просто взял тайм варп зачем-то на мэн запилил. Вместо того, чтобы зауверчаржить ее и хотя бы дамедж батлкрузером нанести. А где Стрэндж Армия летает? Вот она вообще летает. Здесь X-Centries Стрэндж. Что вообще такое происходит? В первом в Старкрафте я сказал реплей. Реплей лагает, походу, делаю. Знаешь, что я какую-то дурку тут врубает, по-моему. Реплей лагает, походу, делаю. Реплей лагает, походу, делаю. Стрэндж открывает, и что гид из... Так, здесь батлкрузеры летят вообще в другом направлении. Сколько батлов? 16 уже батлкрузеров у Аверс. Вот он налетает сейчас. Грелки выпиливаются. Ну и что, зачем телепортнуться-то этими? Вот этими, наоборот, сюда в карлеров телепортировался бы Аверс. И все нормально бы было бы. Стрэндж настроил. Стрэндж придуриваться начал в какой-то момент. Аверский интеллект сбился, как компьютер, короче. но вы сами все видите, странно. Стрэнджи обычно вообще не горит, а тут что-то маленько подгорает, жарко, жарко. По-моему, от Стрэнджи огня сейчас у Аверса, Аверс будет ставить паузу, потому что горячо руками обжигает от клавы, короче, ну, передается тепло по интернету просто сильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ждем продолжения, ребят. Продолжение следует... Так, все, карты выбрали. Продолжение следует... Продолжение следует... Ноб поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Горит огонь в сердце игрока, но в какой-то момент пламя захватывает площадь стула и так можно реализовать небольшую космическую программу по запуску прогеймеров на ближнюю орбиту. Хотя, не, иногда он пытался биосы играть, но это пригугарно выглядело все очень... В katимон. Ну что, ладно... Ну что, ладно... �� mathом... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Возможно, какой-то пуш с роучьими. Хотя нет, никаких роучь воронов даже нет. Сетку вручную, если только могу кинуть вам, ребята. Раз вы там ее ищете. С адептами Аверс выходит вперед. Так, ой, какой Аверс с адептами. С трейндж-изи выходит, Аверс в чате сидит. Ну, Тэзи нормально законтрил стазисную ловушку. Пытается со стазисной ловушечкой прохарасить сейчас. С трейндж-изи. Адептами не стал врываться, делается робочек. Долго рабочих не направлял. Единую сейчас направил, в итоге на добычу хата будет. Четвертая пока не наблюдается хаты. Так, 15 дрончиков на мэйне. Чарж у Стрейнджа. Архивы темпларов у Стрейнджа. Здесь какие-то стенки. У пилон есть дублирующий, все в порядке. И Мортал строится. Все-таки поймал стазисом 8 дронов Стрейндж. Ребят, где Рапа? Он здесь и висит, он просто стазис здесь стоит постоянно вообще. Тут гидролинга-бэйлинги выход идет. У Стрейнджа Глефа есть. Делается Чарльз, делается Шторм. Строится и Мортлая. На уровне пока что. Патонов тут Стрейндж добавляет по всем направлениям. В четвертый Нексус выходит. Ну, стандартно. Нужно сейчас Архончиков бы добавить некоторое. Где там, Штормовиков варп-то я не вижу их. Вот они. Ну, вот это для Архонов, видимо. Они и наварпали сейчас. Сейчас Стрейндж сольет Архончиков пару. Или оставит все здесь так, без Архонов. Не думаю, что они не будут Архонов-стрейндж делать. Вообще, Штормовиков 6, конечно же, можно оставлять. Видите, их же 7 было только что. Где 7-й-то вообще? Нет, 6 осталось. Странно. 4 было плюс 3 вроде как. Значит, я с Штормовиков с кем-то Юником попутал одного. Так, тут Иди пытается ломиться гидролинга-бэйлинги. Что он как раз вовремя доделся. Штормовиков 6. Есть, и этого достаточно, я думаю, будет, чтобы отбиться. Можно сейчас штормонуть, просто заранее выйти самому наверх. Что и делает Стрейндж. Покатушек еще нет у Инзи. Сейчас тут кустурбать забегаем. На бодрячок такой тут чарлик. Залетел прямо. Ну, Талевский, 5 штучек заказано. Так, четвертая хатка добывать. 77 дронов, призмак рядом с мейнами у королевы, ждут эту призму. Ну вот, мутка как раз для чего, чтобы вот такие шальные призмы не залетали. Плюс Архона у Стрейнджа, у Изи. Пошла уже рейнджовая атака. Два когтя есть. По грейдам все хорошо. Пробочки переводятся на четвертую. 65 пробок имеет сейчас Стрейндж. Низи еще 27 лингов делает. Здесь на второй. Ну, лимит надо до 200 доводить. Не до 24 линга еще заказано. Гидральск. 21 штук. Не, гидральск порядочно. Как бы, бейнов тоже очень много будет. Ну, а, блин, Шторм очень хорошо все сконтрит. Ну, после стадиона взбодрился. Летает туда-сюда. Заходят бейлинги. Изи тут сплетанул. Один финал ГСЛ, а теперь все играют Фроузен Дронов. Не один финал ГСЛ, а одна игра от Статца. в Фроузен Дронов. И все играют в Фроузен Дронов. В такую тему, через пользу. Ну, а кто первый это придумал, тот Старий, тот как раз-таки дивиденды самые основные с этого имеет. В виде победы на финале ГСЛ. Не благодаря, конечно, одному единственному, но... Благодаря уровню СТАЛ. Так, погодите. Только что Изи пятью муталисками выпилил вторую атаку. Стрэндж другой форже ее заказал просто сейчас. Еще шесть муталисков делает. Плюс бейлингов Изи. Ну где-то 195 лимит. Изи-то неплохо тут отыгрывают, я смотрю. Стрэндж уже вперед вынес. У Стрэнджа девять криштормовиков. Блин, а что убивать-то будет? Стормом одним, что ли, он будет убивать? Не пойму. Мута много, реально? Штормы пошли. Тут Стрэндж прикрывает штормовиков. Муталисков шторвит активно. Муталисков, кстати, 12 штук. Ой, какой же Тор проводит. Куда ты изи в проход, ты в такой узкий ломишься. Сзади бейлинги. Куда они покатились-то? Вот с Ин-3 самые юниты для бейлингов, на самом деле, халявные, получается. В это время мутка на сталкерах отдается. Ну, вот здесь Стрэнджа шторм зарешал. Изи как-то ужасно здесь подрался. Просто сзади зашел, не понять как. Спереди здесь. Вот в этом все в проходе было заштормлено. Дроны заштормлены. Муталисков отдал. И все, Стрэнджа больше по лимиту. Потери вот сейчас 6000 разница стала. Это в одном бою практически все эти. Ну, там, да. Не, ну, в одном-то 6 не потерял, конечно, Изи. Ну, я думаю, что тысячи 4-5 вполне мог в этом бою потерять. На штормах и на армии Протса. Это 1-0. Стрэндж, скорее всего, как-то тут дальше сопротивление, по-моему, бесполезно. А ведь и экономика, и грейды, и боевой лимит. Все было у Изи, простите. Просто нормально бой. Прими, как бы, вот, когда сюда Стрэндж зашел, сюда часть заведи с этой стороны, ломись и здесь, вот, отсюда, и отсюда, как бы, чтобы, ну, просто со всех сторон заходили. Может быть, контратаку какую-то сделать, часть юнитов. Плюс муткой залететь одновременно внутрь, чтобы Стрэндж там и свою армию штормить начал. А Изи решил, что 12 муталисков будут контратаковать здесь. Они вообще ничего не сделали. И здесь криво подрался. Просто развалился. А микс Стрэнджа Бэйлинга Гидра против Шторма, то есть, все решает, там, очень скоротечный бой всегда. Все юниты, у которых мало хитпоинтов получается, жизни, они не сливаются на Шторме жестко, если они заходят кучей жесткой, как сейчас и было. Если же они заходят так, что сплэша Шторма минимизирован, то они разваливаются в очередь. Тем более, два когтя были, было, и вообще грейды хорошие были. Изи продолжает попытки наломиться сейчас. Увидит прекрасно позицию Стрэнджа. Так, до Авар Бэйна пойдет. Ну, четвертую, четыре базы, это 4 в 4, конечно, уже для Изи не так хорошо, но можно драться еще. Ну, а финал лейнеров в Бай Аверс нас ждет после вот этого матча Стрэндж против Изи. Изи заходит в тыл, к Стрэнджу сейчас на вторую, уже очень много раз я рассказывал вам, почему в размену с таким миксом идти не очень хорошо. Да потому что Бэйлинги в здании взрывать невыгодно, Бэйлинги должны с армией драться. Ох, какой Сторм просто смачный проходит в тылу. Архонов 8 штук. Они впитают очень много дэмэджа. Изи пытается ступить, но тут потери уже 8 тысяч, разница, в общем, печальная разница. Так, пошла атака. Хорошо так от Шторма в какой-то момент Изи уворачивался, потом забил и вообще лимита меньше боевого Г. Он пишет 1-0 Стрэндж. Ох, какой 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 Стрэндж. Ну что, вторая карта, ребят, Стрэндж Изи, поехали, 1-0 Стрэндж. Ну, Стрэндж, кстати, если сейчас Стрэндж выиграет Изи, вот, а далее Влай выиграет Аверса, то Стрэндж встретится с Аверсом опять. Такое возможно. Вполне, да? Так, рекламу перейдем. Спасибо всем, кто от блоги отключает. Не забывайте подписываться на премиум, естественно. Ну и поддерживать не забывайте. По реквизиту написанию через плеер. Вот, также вы можете Старлайн поддержать, естественно, турнир нашего, вот, и... За что вам, игроки, и мы все скажем спасибо. Впереди нас ждет плей-офф еще. Пока на Старлайне призовой самый маленький, наверное, за всю историю. 10-300. Я думаю, до конца немножечко он подрастет, турнира. Я надеюсь, пока не на это. Вот. Переводит Изи-дронов с газом. Одним рабочим-то можно газ было издать, 4 газа потерял. Вот, и... Скорость пошла с собакам. Здесь третьих отставят. У Стрэнджа через 2 гейта был опенинг. На рампе пилон 2 гейта. Пилон гейт, кибернетка. Два, там, с одного газа все это было. Потом нехтус был заказан, соответственно. Точнее, по пилон гейт, он нехтус, потом еще гейт и кибернетка. И как там вообще по билду идет? Я уже сам забыл. Часто я забил, в самом деле. Так, пилон гейт, второй гейт. А, пилон гейт, второй гейт, кибернетка. И потом до 2 пилон нехтус ставится, соответственно. Вот обычно так. Там пробки не строятся в какой-то момент. Что, депты пришли. У Изи много здесь очень собак. И он готов, короче говоря, депут встречать. Стрэндж телепортируется на Мэйт. Начинает выпиливать дронов. Два минуса сейчас. Ну, тут уже на этом все. Потому что сейчас адепт один минус будет. Да, и второй минус собаки со скоростью окружает. Ну, по рабочим стрэндж уже в плюсе. 28-27, как бы и нет. Второй вроде как готов. Адепт выводит домой, назад. Оракул в твой лайт. Сейчас такие билды практикуются. В смысле, призовой уменьшили за 10к. Призовой 10к. Призового нет в этом сезоне. Пока что... Ну, там сотку БАС 6 с лишним тысяч запилил. Изо рта, что ему громадное спасибо. Я не знаю, откуда давал там кто-то. Или не знаю, откуда эти деньги взялись. Но остальное люди напилили. В общем, будем ждать еще чего-нибудь. Такие дела. Ну, по крайней мере, сейчас много других турниров появилось. Таких, как Астероид, КАБ и т.д. Так, ну, Оракул полетал, 100 Оракул нарезал. Оракул нарезал 4 дрона. Видите, 4 дрона не Оракул нарезал. Оракул 2 дрона нарезал. Адепты же там 2 дрона убили. Я забыл совсем, что мне после турнига прям вообще такое... Чизоленькое состояние. На Амуле давайте пойдем. Ка собаки убегают прям в момент окружения Глеба. Доделались, очень повезло. Сейчас тренжу, конечно. Адепты заходят. Так, на Амэне Сталисом заблочил. Нефига тут дронов штук 10 заблочил. Да, 10 и заблочил. 9 заблочил. 11, простите. Бейлинг Неста нет. Это полная печаль, то, что Бейлинг Неста нет. И у Изи очень плохо дела, на самом деле. Потому что без Бейна подбиться будет. А что Стрэндж не стал телепортироваться-то? Не понимаю. Идеально же заходил туда. Так, в Адепты ко вторую прорываются. Рост Стрэндж не стал. Стрэндж не стал. Хату хочет выпилить тупую, что ли? Он не выпилить здесь Хату. Сейчас еще придут Бейна, блин, сюда. Еще попробуй. Сплитонись от Бейнов. Надо сплититься. Стрэндж просто телепортируется отсюда. Вон их. Хату допиливает Оракулом. Это грамотно было сделано сейчас. То, что ушел и Оракулом добил, собственно говоря. Адепты уходят. Опять же пытается изи контратаковать. Да, 3-4 собаки. 1 Бейлинг, 16 строятся. Здесь третий Нектус. Но я боюсь, что без шансов вкрутся на Адепты Глефа. Если только сейчас Стрэндж затупит, то вот как стоял вот так вот и будет стоять. И сюда, например, Бейлинг. Таким сраным поездом зайдут, короче говоря. И ни Филда не будет, ни Сплита, ничего вообще. Не знаю, как это назвать. Дело кроме сраного поезда больше. Пошел вперед изи. Но Стрэндж, конечно, не лучшим образом принял бой здесь. Но Филды он поставил несколько штучек. Так, на рампу, на вторую заход идет. Стрэндж Филды ставит. Адептов сплит не идеален. Это ПП, это GG, это 2-0 Стрэндж. И он будет ждать проигравшего Аверсгла. И сейчас мы будем смотреть матч Мини-Рок. Ну что же, мне сегодняшняя группа что-то уже нравится. Прямо хорошие матчи такие идут. Напряг. Неожиданности. Когда в СНГ такое бывает? Сейчас Аверсгла, как выпили, вообще Стрэнджблай, как будет. Будет неожиданно, конечно. Так это... Так это... Так, Алексей чистый вступает в эту группу. И Блайд ждем. Блайд заставляет Аверс очеркать первым. Блайд. 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 Продолжение следует... Так, Сенвайт пошел. Что за карта у нас? Абисел, Ньюкерк, Проксима. Короче, глубоководный риф, Ньюкерк, Проксима. Вот так вот у нас... А, это еще пока не в порядок. Порядка нет. Ваш Проксима первая. Ну что, ребят, сейчас самый основной вопрос матча Венеров для меня какой? Будет ли Блайт делать что-то агрессивное, пытаясь убить Аверсрана? Или же он будет с ним играть как бы игру на средней и лайтовой стадии? Против Меха, если дать ему, ну, Тирану, который шарит Мехи, Аверс шарит Мехи, выйти в 200, вот, будет очень тяжело, возможно. Ну что же. Я вижу, что Блайт не делает пул первый пока что. А делает хату. Какую? Семнадцатая хата была, вот, дрончик заказан, 18 лимита. То есть, и на семнадцатом выводишь, заказываешь, 16 становится, по-моему, два дрона и 18 обратно. Ну, Аверс, то Аверс в Рипера играет. Тут это уже понятно, Рипер факта, будет ли какой-то вот Аверс, кстати, будет ли он с одной базы какие-то интересные. Там, с Иглоном, может, какие-нибудь Майки, передропминки, я не знаю, или Гилики. Ну, и с одной, понятно, база в ЦЦ, просто я имею в виду Бурлик, это агрессия. Или же будет стабильный выход в третью базу и уже потом попытки что-то сделать. Так, хата доделывается, благое путь доделывается, две королевы. Пошли, и два, ну, одна королева сейчас, вторая будет заказана, две собачки заказаны и дрончики дальше. Третью КБЛС-2 будет, ну, судя по всему, не знаю, посмотрим. Газ-то рабочую БЛА не снимает, то есть я так полагаю, что будет леер достаточно ранний, но выход во что с ЛЕРа будет? Блай, в принципе, то может сделать все что угодно, он сейчас, было видно уровень, он как бы реально заметно сильнее вообще всех игроков в СНГ отыгрывает. Он так даже немножечко зазнался, с ИЗИ он там отыгрывал исключительно вот этот Беллинг БАС. Хотя нет, он в хату первую тоже сыграл одну игру, по-моему. Так, ну и ЛЕРа пошла, то есть я, к чему это говорю-то, я думаю, что Блай, в принципе, может все что угодно сыграть в таком раскладе, что он может и НИДУС там сделать, типа, я Блай, я крутой, там все дела. Вот, а может и что-то еще сделать, не знаю, может быть шпиль, я не знаю, стандартный. Я вижу Роуч Ворон, и я вижу ЛЕР. Я вижу Роуч Ворон, и я вижу ЛЕР. Это, говорит, о вероятности первого варианта, конечно, можно просто Роуч СМУМ так в лоб атаковать, не знаю. Королева Строица. Это уже четвертая Королева Строица. Да, очень похоже, конечно, на НИДУС здесь это дело, все, но посмотрим, в общем-то. У Аверса Рэйвен. Рэйвен, это, конечно, хорошо. Ну-то Аверс Овера как-то висят опасно, то есть куда, где, кто подсвечивать-то будет. Вот этот долетит сюда, так он уже не успевает, блин, долететь. С этого будет Овера. Да, посмотрите, пошел червячочек. Решил Блай заморить червячка. Ну, Аверс проезжает, вот, ой, неприятно, очень неприятно. Пять дронов уже минус, семь уже минус. Ну, я не знаю, если сейчас НИДУСа Блай не убьет, для него это катастрофическая вообще ситуация. Так, Роучи встречают. Надо садиться, я не знаю, если не понимает сейчас Аверс, что происходит, то это его, конечно, проблемы тогда, потому что... Да, я прям НИДУС сюда, потому что Циклона не успевает быть 16 секунд до готовности Циклона, НИДУС 14 все делается. Но будет автотурель одна, как минимум, будет два Гелика. Я не знаю, не успеет Аверс при таком раскладе выпилить НИДУС 100% как бы. Углая все выскакивает сюда, будет Циклона, вышли, но видите, они позже вышли, Королевы разваливают, Роучи разваливают. Короче, похоже на 1-0 это очень сильно, потому что, ну, были бы эти два Циклона прямо к готовности НИДУСа, они бы могли бы что-то изменить, но не так, как сейчас получилось. Не вычиниваем Аверс Циклонов. Г, Г, 1-0, поиск Углая. Ждем вторую карту. Углай какой, а? Самоуверенный прямо такой. Еще бы на ВЦС хорошо бы отыграл, можно бы ему было это все забыть. Дисклоновая карту . Дисклоновая карту. На то есть 12-78 к чуток. Бэйбл Looking Here, йинмь, вдue Дисклоновая карту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это уже будет интересно, Decider. Сколько, кстати, времени у нас? 9 уже почти часов. Два часа идет уже группа. Продолжение следует... Так, ну, кстати, ребят, если Блайс сейчас выйдет, после первого двух групп у нас вышло два Прод-102 тирана в группе Дет. Вышли Минато с Демагой. Ну, короче, Минато-то, походу, придется заменять. Прошу прощения. И то, правда, походу, да? Надо у Минато узнать, как же он со сломанной рукой навряд ли сможет сейчас играть. Это очевидно, да? Ну, и на кого его менять-то тогда? Тем более, он с первого места вышел, как бы, получается. Видимо, на Бородка, на третье место группы Д, что ли? Ну, посмотрим. Будем решать на этот вопрос. Но, что я хотел сказать, пока что баланс по урасам определенный есть, как бы, учитывая Минато, два зерга, два тирана, два Прод-102. Минато не будет, только зерга один минус тогда, но Блай тут стремится к выходу очень сильно. И пока что достаточно успешно это делает. Стремится. Ну, и играет успешно достаточно. Так, здесь Рипер прям рядом. Не стал запрыгивать. Потерял бы Рипера сейчас Аверс. И, кстати говоря, Опа, на. Это не просто Роуч Ворон. Это агрессивный явно Роуч Ворон. И запас на два Роуча, плюс Р4. Шесть Роучей сейчас Блайн может заказать спокойно. У него есть ресурсы на этих Роучей. Вот он шесть, собственно, и заказывает, плюс еще два Овера. Ну, я думаю, дальше-то переход будет макро просто. Сможет ли Аверс спалить, это вопрос, конечно. Вылет весь. Выход, точнее, Роучей. Пока Рипером он ничего не увидел. Вот он запрыгивает на Мейн Пороле. Это... Ну, Роуч Ворон он заметил. Собаки заказаны. Я не понимаю. А смысл в этих собаках для Улына, если Аверс сразу же скорость не делал вообще им. Только сейчас вот он скорость собирает. Нет? Авер... А... Блай, простите. Гу, Аверс. Блай, конечно же, скорость не делал. Аверс видит то, что Роучи пришли. Переселяется. Со второй базы уводит дронов на Мейн сейчас. Здесь один Циклон заказан и Гелик. Ну, сейчас будет отменен реактор. Циклон почему-то в продакшне первым, а не Гелик. А в итоге он получился. Так, Реводжера первого там Аблай уже делает. Собаки подходят на половине где-то готовной скорости. Циклон вышел прямо вниз. Как он туда попал? Извиняюсь, пробел. Нажал. Клава чувствительна. Клава чувствительна, как в том фильме. Как там, где курок чувствительный. Ставим добром. Аблай напрягает. Короче говоря, Мейн Аверсу. Робочих уже 11 минут пытается откатить холбатов. А нужно ли в Лаве сюда наверх было залезать? Вот так вот, как он сейчас сюда влез вообще. Третья хата девочка. 44-25 по рабам. Аблай直. 45-25 по рабам. Dax. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Реактор чуть подгрыз. В это время тут Рэвен прилетает, автотурели ставят, автотурели такие жесткие, королев один на один просто разваливают. Ну, Блай, вот что делается. Шпиль третья, хата добывает 51-32, парабам, 10 еще строится. Сейчас 60 на 30 рабочих будет. Короче, все очень плохо у Аверса здесь. Сейчас мутку уже... Ну, хотя Аверс, погодите, он видел шпиль. Да, он видел шпиль, он Торов начинает строить. Но инженерки пока нету. То есть плюс 2 на Торах, тут ошибка мутки. Из пары Торов будет плюс 2, а они мутки могут очень хорошо здесь прижечь. Попытка четвертую базу. Три королевы... Нет, две королевы выдвигаются. Банши отгонять. Банши без инвиза. Блай зелененькую атакует, а не желтую. 10 муталисков у Блая. Банши вот висят здесь. Блай прекрасно видит эти Банши. Аверс разворачивается, улетает, но просто срезает. Да. Что Блай делает? Срезает. Вот они летят, пожалуйста. Привет, Банши, говорит Блай. Я вас поймал. Одну надо зацепить мутку, конечно, за вот этот Баншой. Что Блай делает? А 9 муталисков летят сюда. Не все они в одной группе. Залетает Блай. Туретки еще нету. Начинает выпиливать рабов. Тор приходит. Он пока еще не с двумя атаками, а с одной. Атакует мутку. Блай там просто разводит муталисков. Так, попытка выпилить Тора. Не очень мягкая, удачно. Второй Тор очень своевременно вышел у Аверса. Ну и 14 рабочих как не бывало. Строится Роучи. Здесь стандартно. Просто у Аверса сейчас не хватит экономики, чтобы достаточно танков и обороны подстроить. То есть я так полагаю, сейчас Блай придет и Роучи не убьет. Аж у него 16 уже есть. Он даже не ждет вперед. Просто выдвигается. Сейчас четвертая даже не раскачена база. Шесть оверов пошло, как обычно, с Аплайвлок. Там шесть оверов. Мне еще, блин, с Аплайвлок просто не делать этот. Так, заходят Роучи. Минус сто раз. Минус танчик. 42-го минут нет, Блайвлок. Ну да, должен минуту, где и мутка, кстати. Семь минут Алисков ведь есть. Где они прилетают? Вот они прилетают, которые погибают. Просто ГГ Аверс пишет. Ну тут Блайвлок, блин, ну тут реально сильнее Блайвлок. Я даже не знаю. Интересно будет посмотреть плей-оу. Почему? Потому что остановит ли кто-нибудь Блайвлок. Может это будет Хеллрейзер. Может это будет Касс. Может быть это будет Арктур. Там или Култси получится. Это где-то Култси говорит. Мало Блайвлок выигрывает. Может Димага. Ну что, Десайдер. Аверс против Стрэнджа. 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 Так, ну что же. Так, ну что же. Так, ну что же. На твиче твич плохо работает, переходите на гудгейм, короче. Так, ну что же. 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 Так. 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 Продолжение следует... 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 Короче, я просто не хочу, так я уже грез, что я не хочу, как бы, решения, ну, к ним отношения не меньше, чтобы мне претензий меньше было, короче говоря. Вот. Поэтому устранился, что там Юра, там решения такие, Ризард принимал. Но, блин, это реально клоунада просто. Просто клоунада, короче. Вот. Продолжение следует... 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 Все БМят на СНГ турнирах? Блин, просто клоунада в чем? Если вот это то, что сейчас произошло, считать каким-то жестким БМом, просто для Стрэнджи это, да, как бы, туда я не знаю, как бы. Револьвер уже должен в одиночной камере давно был сидеть, уже лет как пять, наверное, как бы, я не знаю, Ревчик-то. И многие некоторые другие товарищи, как бы. Реально, как бы, уже бы конституцию в стране бы поменяли, я не знаю. Уже бы как бы СНГ заново объединить бы все, потому что, ну, если такие правила жесткие были вообще. Кан-фу с тобой свердосом, Ревчик, сделать. Вот. Блин, можно сделать кан-фу, как бы, объяснить пацанам, ну, что, когда вы друг друга будете хвалить, например, как бы, кто как играет великолепно, кто кого накажет, как бы, ну, так все поймут, что это просто хрень что-то произошла здесь. Вот. Ладно, шутки шутками, блин. Давайте смотреть, наконец-таки, игры. Аверс против Стрэнджа, я прикидываю, блин, вот реально, сейчас, знаете, что получится? Сейчас Стрэндж выиграет Аверса. Аверс, короче, обидится на всех и на меня, блин, в первую очередь, просто. Ну, Аверс говорит, да, что Стрэндж типа во второй, ну, в последней карте уже, ну, не стал сопротивляться, просто. Я, кстати, ну, не понимаю тоже от Стрэнджа, вот такого поведения, как бы, от Стрэнджа я не понимаю, то есть. Ну, Аверс в игре, то есть он не проигрывал специально, короче, я не знаю, ничего не делал там такого, ну, вот. Где-то полная хрень, ну, как бы, просто тут вопрос-то в чем? То есть Аверс что, за репутацию Стрэнджа сильно беспокоится, или что? Ну, Стрэнджа сам себя, как бы, с клоунской стороны выставляет, ну, как бы, ну, если он Старкрафт играет, почему он не должен уметь играть против меха, и почему кто-то не может играть мех, я не понимаю, то есть тоже бред. То есть я от этого, ну, делать вещи какие-то странные, просто там, я не знаю. Ну, это, типа, я не знаю, как, даже не знаю, что за ситуацию придумать, типа, я сброшусь с моста, потому что в мире много педерастов, там, я не знаю, а я не такой, короче, я не знаю, там, даже это некорректное, совсем, не совсем корректное сравнение для его, ну, что-то типа того, как его, ну, там, играй, катай, нагибай, или Стрэндж просто смехом не умеет играть, что я не знаю, тоже его проблема получается. Вот, что, а что Аверс-то, а что Аверс-то тут, причем? Единственное, что будет, Стрэндж Кулон написал, все, Харьвам, то есть, что тоже, как бы, не свойственно ему, но... Так, окружаются Марики. Короче, ребят, Старлайн, блин, ну, как обычно, у нас не без веселья, Старлайн очень веселый получается, приходит Аверс, циклонами выпиливает пилон, циклонами выпиливает адептов, пытается. Ну, и, кстати, проблемы здесь у Стрэнджа, между прочим. 32, 35, вот такой пуш даже в био, при игре в био, может быть, на самом деле, как бы, ну, ничего здесь, такого, блин, конечно, циклоны быстро выпиливают, все это дело, например, Нексус тот же. Да, варп адепт еще идет, все, Глеб и есть, сейчас Стрэндж может отбиваться уже, начинать с Глебами. Ну, Аверс тут контролит, конечно, но с Глебами Стрэндж что-то обьется, это очевидный абсолютно момент, вот. Ну, нехорошая у него ситуация уже, то есть, у него рабочих погибло, десять штук погибло, вот. И поэтому поддерживайте Старлайн, ребята, призовым поддерживайте, на главной ссылочка есть. Меня и мой канал поддерживайте, естественно, вот. Тоже. За что я вам буду благодарен, игроки за призовой, у кого возможно здесь как-то так. Что вы там, о чем пишите вообще? Ну, срач на ровном месте, конечно. Если кто-то БМит, то Реве надо добавить бан, как основателя данного жанра. Ну, Реве надо, да, типа, знаете, ну, добавить правило, что если кто-то БМит, вспоминаем Ревчика, короче. А Ревчик будет икать сидеть, например, как бы дома. Ну, как вот, приметы это, допустим, есть. Ну, вот, единственно, так можно сделать, да, типа, чтобы знал, как основатель, что, ну, что мы тянем просто время и непонятно, чем занимаемся вообще. Так, на Твиче, ребята, на Твиче проблемы, на Гудгейме что-то там, какие-то обновления, короче говоря, вот. И из-за этого Твич хреновенько сегодня работает. Я думаю, к завтрашнему дню будет все нормально. Так что сегодня просто с Твича уходите на Гудгейм. Здесь я ничего поделать не могу. Цеху третью разберет. Трэнч тут серьезно решил сыграть. Смотрю, Блинк там, плюс один, архива Темпларов, третий Никс уже, по-другому вровень. Ну, кстати, здесь с Тираном, когда смех с Тираном вровень идешь, не очень хорошая ситуация. Ну, Таверс понимает, что Пробс может база занимать достаточно быстро против Меха, показывает инженерку. Здесь Трэнч приходит, а здесь инженерка. Так, ну и что? Трэнч вперед, а дальше что? Кто убивать-то будет? Адепты пытаются уйти. Аверс тут с циклоном пытается их выпилить. Не так просто их выпилить. По два Immortal с робо делается, уже с двух робо делается. Можно отхарасить мейн. Пилончика еще два заказано. Так, три гейта плюс еще четыре строится. Пять-девять гейтов в ближайшем будущем будет у Стрэнджа. Сколько у него сейчас? Да, пять. Плюс четыре строится. Выпилил Стрэндж камни. Тут Аверс пока играет наземным мехом, но если ему позволит Стрэндж, он в базлов, я так понимаю, перейдет вообще. Сканчик на мейн идет. Аверс просканил мейн Стрэнджа. Видишь, здесь происходит прекрасно. Видите, гейтов в пачку хорошую. Immortal 3, сейчас 5 уже будет. Плюс 2 делается, Аркона делается. Атака будет когда Стрэнджа или что? Тут 200 в 200 такой микс наземный тоже сольется, на самом деле. А вот адепты пришли. А вот если адептами повыпиливать рабочих и потом прийти, допустим, как... Так, Стрэндж что-то делает. Сколько пошел-то на танки, и он делает вообще жесть какая-то. Ай-яй-яй. Надо было, наоборот, дальше от танков отступать, пытаться... То есть этими иллюзиями куда-то сюда вылететь. Здесь четыре адепта в призм посадил, повез на мейн. Вообще, зачем Стрэндж на вторую прилетел на мейн? Не надо было лететь, я так думаю, ему... Так, на твиче качество не 1080. Говорят, оно чуточку получше, чем высокое. Гудгейм. Еще 80 на премиум. Премиум в любом случае лучше всего. У меня стоит обрезание на твиче качества. Вообще, можно его сходным пустить-ка вроде. Уже сейчас даже. Так, хорошо Стрэндж на облинке отконтроливает сталкеров. Реператора подрезал. Еще один такой прилетает бодренько. Посмотрите. Ну, Стрэндж выпиливает его очень быстро. Сталкеры все живы. Четвертый нехт у Стрэнджа ездить. Здесь что-то гелики три штуки приезжают. Лаверцы-зилки прыгают на чажу. Ну, блин, девять пробок сейчас Стрэнджа взял и выпили лаверцы. С мейна уже пора рабочий переводить. Что Стрэндж и дело? Сто шестьдесят двадцать семьдесят четыре. По лимиту Стрэндж отстает. Там третья атака пошла. Пробоку еще быстро снять. Вот против меха, понимаете, когда ты отстаешь по экономике и по лимиту, хочется лимит боевой отстроить. А против меха чрезвычайно важны стационарная оборона. Вот здесь пилом, здесь еще один поставил. И здесь там раз, два, три. Ну, не так. Здесь, здесь, там, здесь и здесь фатонку поставил. Четыре фатоночки. Уже тяжелее будет. Так же и на других базах. Просто сделайте, и это будет хорошо. Потому что уже гелики не смогут. И вот, смотрите, они приезжают. То есть даже со стационарной обороной они будут выпиливать. Но если были фатонки, например, то можно было бы плюс сталкерами и этими легче драться. Стрэнджер что? Стрэндж 9 имморталов, 7 архонов. Пока нет гастов и никаких батлкрузеров, надо побыстрее Стрэнджер. Вопрос с аверсом решать. Сейчас, смотрите, какой интересный момент. Две призмы с четырьмя имморталами есть, плюс хороший боевой лимит. То есть можно сейчас что сделать? Пролететь, сюда 4 имма выгрозить. Ну, сейчас турецки уже будут. И даварп сюда атаку, одновременно в лоб. Даварп сюда, и мейн бы погиб, потому что имморталы, плюс там зилки, например. Они просто невероятной скоростью начали бы выпиливать этот мейн. Так, несколько геликов заехали, минус несколько геликов. Какая-то Стрэндж идет. Какая-то Стрэндж идет, вообще не пойму. На вторую есть вариант залить. Так, на вторую три адепты пролетают. А, Стрэндж вообще, ну это в стиле, как в первом Старкрафте зилки на танке дропались, там и на минке, да. Здесь Стрэндж пытается сделать что? Он пытается иммортал дропнуть на танке. Кстати, интересное решение. Вот, но чтобы с таким стилем играть, нужно преимущество хотя бы какое-то по экономике. Ну вот у Стрэнджа оно вырисовывается. ЦЦ ху выбил сейчас. 9 ксм, Стрэндж выбил там Аверсу. У Аверса, правда, 3-2. Блин, такой мех греш, как с ним в лоб драться, я просто не представляю. Это вот все становится мясом просто. Хотя микс жесткий, на самом деле. Призмы без скорости не смогут залететь на мейн, нормально как его подойти. Так, 4 ма дропаются. Стрэндж пошел на лом. И мы неплохо здесь сплетанулись. Призмы сливаются все нафиг, короче. Стрэндж заходится, позиция какая. Вот здесь танки за этой хренью стоят, они просто унижают. Но для Стрэнджа, вот он сейчас отошел назад, позицию поменял. Сейчас депошечек навыбивает, что-нибудь навыбивает. Экономика есть, там надо пятый нексус поставить просто. Вот при таком раскладе из Тирана экономика решать. Даже вот с этими граидами там резко в Tempest сделать. Свич там с двух Стрэгитовка, а Тирана вперед вынудишь пойти. Но еще вынудить надо пока что. Пока еще тут далеко, потому что Тиран вперед шел. Еще все штурмовики, архоны. Блин, ну вот это все, конечно, я не знаю. Все интересно, но мясно, мясно, конечно, это все очень. То есть если драться с землей, то обязательным условием должно быть, и оно есть, это обязательное условие, размена. То есть нужно как бы атаки с двух направлений, то бишь даже, наверное, так вернее сказать. То есть при атаке в лупку на мейн залетать, шатать там, я не знаю, куда-то еще шатать экономику. То есть ты как зерк за счет того, что у тебя сильнее экономика пытаться зарешать. Два циклона, он здесь моментально выпилит Аверс Стрэнджу Нексус. Два-два агроиды, конечно. Опять здесь Стрэндж ходит около Аверса дальней базы. Здесь уже ревены, блин, здесь уже такой лимит мощный, конечно, у Аверса. Стрэндж идет вперед, у него запас хороший. Блин, а какая позиция у Стрэнджа, просто ужасная. Но здесь еще зелков давал, а сзади подходит. Архоны плюс эмы заходят. Стрэндж минусует. Кстати, пробил в лоб. Мясной, не мясной, но в лоб пробил. ГГ Аверс пишет. Ну, похоже, у Аверса там часть не здесь лимита была. Ну, в танке не смог прикрыть нормально. Ждем вторую карту. fellим произошло. Полт instagram Аверса. Иionar 2020. В武器 убит их в лоб спирке к юмке. И passiert смотреть на нем firewall Jesus. И시리 сметь sept в лоб коробку, АверС Luis Хм 아니에요. Ну да, как-то у Стрэнджа Лайверс... А, у Лайверса 150 было после предыдущего атака, он лимит-то не успел восстановить, в общем, здесь прикол вообще был. А, вот Стрэндж такой тяжелый микс был вообще. Ну что, вторая карта Стрэндж Аверс. Конечно, Стрэндж и в первой карте был фаворит. Привет, Джек. Не знаю о чем-то. Где-то может ключом убьет. Ну а мы Старкрафт пока что смотрим. ТСФ готов! ТСФ готов! ТСФ готов! ТСФ готов! ТСФ вот так... Да... ТСФ. 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 Короче, ребят, ходит тут что-то странже. Разведает. Никс, гидгас, никс, кибернетчик и билд. А здесь, опа, полетело здесь что-то такое. Понимает ли, станет, что здесь полетело что-то такое. Я хз. Есть депошечка, заказчик поймет, наверное, он. Ну, должен, по крайней мере, понять. Так, рекламку забыл привыкнуть. Теперь, Лео. Так, пробочка погибла, запилил ее Аверс в итоге. Есть, опа, циклон Старый Порт. Ну, это Чиз, в общем-то, с циклонами очевидный. Переход в танки при этом всем даже, скорее всего, будет. Стрэндж ЛК делает, газ экономит сейчас. И робо делается. И вообще, точка сбора на мейн. Стрэндж уже готовится, как бы, переселяться получается. Ну, не рано ли Стрэндж готовится переселяться-то? Ну, у нас к нам-то придет, конечно. Я вообще думаю, все нормально. Так, так я не нашел Стрэндж Прокси. Два циклона прилетает. Здесь одна пробка всего. Удивлен Аверс этому или нет, я не знаю. Но он понимает, что Стрэндж готовится. Здесь уже маленький выход делают. Вот сейчас другой пробкой Стрэндж это палит. Ну, естественно, погодите. Циклоны на мейне, Зелка выпиливает. Сейчас... Не надо было циклонов терять сейчас вообще. Смысл был разменивать циклона на Зелка. Если маленький сейчас этого Зелка бы с циклонами убили бы в хлам, и вообще бы Стрэндж просто развалился бы как бы от двух циклонов. Здесь уже и Мортл выходит. В итоге Аверс и Пуш свой задерживает, блин. И вообще тут косяки происходят. Ну, нужно... Погодите, что сейчас? Фактилабу нужно как-то было бы заказать. Хотя, наверное, по этому билду получается, что нет. Если так бы Аверс по-другому действовал бы. Просто без танков тяжело будет выдавливать. Так бы можно бы... Ой, циклон приехал минус. Так бы можно было бы просто прилететь, например, Либератором. Минка-залп неплохо делает. 7-8 пробок минус. Чё себе дробь неприятный какой. 11 пробок минус. Тут, похоже, это минус Стрэндж, ребят. Стрэндж какой-то там медленный варп делает. Разворачивается, мейн отбивает. Тут все тери одну в одну базу можно играть, учитывая данную экономическую ситуацию просто. И... Как Стрэндж такой дробь пропустил нелепой просто. Я не знаю. 15 рабочих Аверс ему слил. Тут даже, ну, дело не в михе. Ещё минус. Рабочая минка. Куда? Вот только что здесь Абсервер был. А вот, он точку сбора сюда улетел. Да ну, тут что-то Аверс затрепал. Стрэндж вообще здесь Адепты же зашли. Ну, что они, три Адепта? Они не убьют столько, сколько Аверс убил, естественно. Ну, порядочно. Девять рабочих выпилили. Даже Стрэндж приходит сюда ещё и призмой с двумя зелками, и Адептом. И даже пытается им что сделать. И может быть даже что-то сделает. Но тут цеха вторая уже есть. И как бы, ну... Хотя, смотрите, здесь Стрэндж нормально ещё. Ещё рабочих выпилил. В это время Либератор на Амэне четыре пробки выпиливает и Стрэнджу самому. Аверс вернулся с мариками домой, получается. Стрэндж выпилил этого мула. Надо восстанавливать рабочих. Пытаться. По крайней мере, и... Перейти, ну хотя тут всё равно как-то рабочих восстанавливали. А, здесь уже орбиталка. Да не, по экономике совсем какая-то печаль. Что мы имеем? Зилот, Иммортал. Всего по одному. Один Апсер, один Зилот, один Иммортал. Один Адепт, один Сталкер. Один Мазаккор. Одного Зилота минус нуля, короче говоря. Всего по одному, короче. У Стрэнджа всё уникальное. Каждого юнита по одной штучке было сейчас. Столько видов. И всё ещё точка сбора на мейн. Зачем? Здесь уже надо добывать, начинать. Так, тут цеха перелетает. Нашёл Стрэндж наконец-таки прокси здесь. Устанавливает экономику на мейне. Пытается восстановить Либератор. Очередное залетание. Здесь одна пробка всего. Ай! Занетил Стрэндж, но она успела на секунду войти в рейндж Либератора. Пробка это минус. В итоге. 6 на... Откуда минка-то взялась? А, Стрэндж Медивак сбивал. Ё-моё. То есть, пока Стрэндж Медивак сбивал, ещё 6 пробок. Минус, короче, жесть какая-то. Экономику Стрэндж восстановить не может. Здесь уже у Аверса развитие пошло. Там всё назад возвращается, улетает. Либератора надо убить. Он всё блочит наглухо вообще. 44-62 по элементу, но это попахивает счётом 1-1 очень сильно, конечно. Ну да. Это у Стрэнджа ничего не... Да хотя бы, блин, бы какой-нибудь у Стрэнджа был или что-нибудь. Здесь точка сбора мимо минеральной линии стоит. Ё-моё. Три пробки стоят, вообще не добывают. Стрэндж этого пока даже и не видит. Вот, направил наконец-таки. В общем, Аверса. Аверс засел тут в обороне. Потому что мех это очень пассивная история. Но я не знаю, с таким диким преимуществом не играть в выход, это очень странно. Почему? Потому что если Стрэнджу сейчас Аверс даст третий, не кто-то раскачать, у него все шансы появляются вообще вернуться в эту игру. Пока что этих шансов крайне мало, потому что ни блинка, ни изроба никаких юнитов много нет. Там ни Стрэнджиитов. Стрэнджиитовую эту хрень, вот выход надо делать, стараться. Рисейт готов. Полный вперед! Рисейт готов. Зададим им жару! Так, ну тут пока локальными какими-то вопросами занимает, а в серверах каких-то там сбивает непонятных. Цеха третья, где цеха еще не готова, здесь уже нексус готов, пилоны там в стрейндж распределить, твайлайт доделывается, а что в твайлайте будет заказано, вопрос пока открытый, блин, логично, да, плюс один, архивы тампларов, так, здесь сталкеры едут сюда гелики, четыре штуки, очень много пробок они сейчас минус, хотя нет, синего фламя нет, может они дико много прямо и не минус, ну вот уверчаж тем более, вообще две минусы пока, как-то сплетанутся, стрейндж плюс уверчаж и все нормально. 88-104 по лимиту, 29-44, вот. Так, ну что, Либератор вылетает, короче, пытается Айверс, в общем, такой вяленький, я бы сказал, от Айверса, там гелики заехали, через минуту, там, или даже больше прилетел Либератор, еще пару пробок выбил, и на второй базе был Либератор, пять пробок они выбили вдвоем, короче, 55-60 по лимиту, здесь адепт, сталкеры, можно встречать, гельки 5, один из пробок Айверс выбивает, ну, задача просто, просто строить рабочих в этой ситуации. А, ну вот, имбо микс, имбо лимит, какой у тирана сейчас, это просто батлкрузеры, короче говоря, просто пытается выйти, Айверс батлкрузеров, не пытается, он уже в них выходит, ну, можно попытаться в лоб, конечно, пробить, у стрейнджа просто нет потенциала на пробивание лоба батлы, очень опасно здесь для стрейнджа, естественно, не видит, что четвертый экстра стоит, и правильно он подальше здесь ныкает, потому что био, био, наоборот, опасно ставить, лучше ближе, там, потому что адептам быстрее, там, подблинкнулся, там, ближе, как бы, подошел и отбиваешься уже, а против меха, это наоборот, хорошо, то есть, гелики, ну, тираны не знают, как бы, ну, там, геликами тяжелее заезжать, стационарная оборона напилил, то есть, а выходом каким-то тирану будет тяжелее, если будут убить все, как бы, одной такой волной. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошла движуха, короче говоря, ребят, здесь холбата на четвертый, не, ну, тут, кстати, стрейндж сможет, давай, 58-109, что-то по боевому лимиту, прямо у стрейнджа не очень. Магерс молодец, чем он молодец, то есть, как бы, он не атакует, он просто строится и сидит, и, как бы, он настолько, ну, неплохо строится, настолько, я бы сказал бы, неплохо, что Протас, в общем-то, ну, отстает, он вынужден атаковать. Так, я-то на месте стрейнджа, наверное, попытался в каком-нибудь воздухе перейти против батлов. Почему-то маттемписты сейчас, почему они батлов развалят в хлам, как бы, например. Хотя с Ямата батлы и с темпистами могут драться тоже. Тут нету потенциала на маттемписты, просто тоже особо. Плюс один на воздух, а где, что, где эстерги, ты как, не вижу ничего. Нет эстерги, это зачем плюс один на воздух? Хитбэк у батла отнимает хитбэк. Хитбэк это хач локтем кому-нибудь в щитом или ногой легнуть. Вот что такое хитбэк. А, хитбэк снимает за энергию хп у батлкрузеров. Теперь нет хп, ребят, поэтому нет. Конечно же. Так, стрейндж наломывается. Батлы тут, блин, контроль батлами, это фактически идет. Так, а что, зачем Аверс теряет? А, тут на КД-шечке. Ой, неприятные два батла стрейндж выпиливают еще. А сколько осталось-то вообще? Два всего осталось батлкрузера. Ничего себе. Масса Архона плюс масса Сталкера. Пиу-пиу по Архонам пошло. Один выжил, второй погиб. Рабов за игру стрейндж потерял 63. Но он против меха, тирана, это нормально, который харасит. Вот, потери по ресурсам у Аверс выше. 7500, 9500 пользу стрейнджа здесь. Вот если стрейндж просто этот микс не реализует, проблема в том, что он не выиграет игру. Ему нужно что? Ему нужно отсюда обойти. Да, не со стороны, где планетарка. Ё-моё, гелики приехали. Где стационарная оборона? Нету, 15 пробок минус. Это не критично, просто новых заказывать надо и всё. Пытается стрейндж зайти со стороны. С какой вот тут, с этой стороны. Здесь надо как-то... Ну, кстати, вот эти туретки здесь есть, а на мейн-то влетел вот сюда. Прилетел в арпесе, не хочу. Есть рейвен и китхараси, 23 пробки. Опять минус стрейндж, хорош уже рабочих терять. Заходит стрейндж на третью базу. Ну, тут цеха падает. Здесь стрейндж уходит, в общем. По батлам там, ямад, пошли. Батлы хелба... Ой, простите, архоны хелба-то унижают против био-юнитов. У них бонус же. 47 они по ним бьют, а хелба-то как бы био-юнит. То есть он может и чиниться, и лечиться. Вообще такой смешанный юнит. Ну, это как ксм-ка в первом Старкрафте. То есть она и чинилась, и лечилась. Здесь тоже самое, кстати, и ксм-ка. Но и хелба-то тоже такие свойства имеют. Батлкруйзеры с грейдами 3-2 сейчас год. И, по-моему, стрейндж упустил свой шанс после тех пойманных батлов. Ему надо быстрее было реализовывать преимущество. Сюда наламываться, или тупо на планетарку наламываться. Теперь что-то батлов много. У них просто невероятные грейды 3-2 против только третьей атаки. Это жесть вообще. Брони нет, они дэм уже немерено будут наносить. Так. Вот батлов плохой. Просто пачка жесткая. Последний удар из зелька ликвидировали. 155-173. Стрейндж не сдается. Молодец. Ну и как с батлами-то быть? Ну темписты могли бы помочь вот этому миксу. Рейндж у них хороший против воздуха. Так, батлы залетают. Стрейндж видит батлов, кстати. Сканит аверс. Ну вот только в чистом поле их как-то подловить можно, по-моему. Можно заиматить Никсус, например, попытаться. И уйти потом. Разменивается аверс здесь на батлов, на сталкеров. Разменивается. Агрессивная блинка от стрейнджа. Ну хорошая тут телепорта. Аверс не теряет фактически ничего. По лимиту стрейндж уже проседает. Я не понимаю, почему стрейндж дальний-то ставят. Теперь-то уже можно и вот эти базы ставить. Опять сюда халбаты пришли. Ё-моё. Опять они напрягают. Опять 11 пробок выпиливают. В это время до варпы. Там зилки архоны с признью стрейндж не сдаётся. У аверса уже 9 батлов ещё строятся. Кстати, 4 ещё строятся. 13 сейчас будет. Сейчас вычинит всё. Там аверс ещё. Заходит стрейндж на планетарку. Под блинк, под танки идёт. Нет, здесь слишком много батлкруизеров. Плюс торы. Плюс дефенс дроны. Держатся аверсы. Разваливая стрейнджа. Уже тут вперёд можно идти, попытаться. Но нужно вычинить батлов. Смысла нет. Там прирост хороший. Плюс вычиниваются батлы. Плюс грейды делают. Тут сейчас на техника наземная 3.2 станет. Воздух 3.3 вообще. Это пиши пропало. Ну и да, Харас идёт тут геликами. Просто сейчас надо. Сколько рабочих погибло? 108. 110. Это как хэппи против зергов. Что-то тут примерно происходит. 112 рабочих уже устраняешь. Погибло в этой игре. Улучшение завершено. Так, аверс вперёд-то будет идти вообще, нет? Ну, чё-то... А, вот на батлах опять пошёл. 3-3 батлы. Здесь 3-2-1 грейды. Сейчас 3-2-2, кстати, будет у стрейнджа. Грейды. Видит батлы, опять полетели. Один что-то заблудился. Успевает аверс его телепортнуть, кстати говоря. Ну вот позиция сейчас за минералами здесь будет замечательная. Для аверса. Нет, тут даже шторм на самом деле. Вот в таком стеке батлы. Это здесь даже шторм бы мог помочь. Архоны пытаются подойти. Опять аверс телепортирует. Чё он боится-то? Всё зелёное вообще висит. Заяматил бы. Да на самом деле тут даже сталкеров. Сразу, если бы быстро яма-то прокликала. Ну-ка дешится. Нормально. Там 10 батлов минус 10 сталкеров. Почему бы и нет? В это время опять циклоны, какие-то маяки приходят на дальнюю базу. Мазеркорр телепортирует. Просто третий нехсус. Не прикрыт ничем вообще. Стрэндж сконцентрировался там на дальних базах где-то. Здесь уверчажники же отобьются. Стрэндж не контролит нифига. Батлов вычинивает. База-то новая будет занимать. Наверное, 12 надо занимать, получается. Или вперёд пошёл. Вперёд Таверс пошёл. Понял, что уже готов в лоб драться. Ну, видит Таверс тут с трэндж рядом. А здесь уже и Сикер мисселы. И получается, как бы, и Дефенс дроны. И автотурили это всё. Я не знаю, что здесь Аверс будет делать. Он Дефенс дронов надо пилить просто. Ну и Сикеры, кстати, по Архонам могут подрешать. Всё, Архонов выпиливают. Таверс, Дефенс дроны. Да, да, попёрли. Против сталкеров нормально Дефенс дроны. Всё, Архончики падают. Аверс побеждает в лоб. Просто Стрэндж не может убить. Покидает матч. Вот такие вот дела. Третья карта нам нужна. Нифига себе, у нас группа тут затянулась. Три часа уже идёт бой. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...